В Карагандинской области растет число несовершеннолетних, получивших кимические ожоги, ротовой полости и пищевода. Дети пробуют на вкус чистящие средства, уксус и ацетон. Только в этом году со страшным диагнозом в детскую клиническую больницу поступило 47 пациентов. Светлана Фарина продолжит тему. Вид малыша и следующего незнакомый предмет умиляет. Осмотреть, ощупать, обнюхать, попробовать на вкус. Все это он проделывает, познавая окружающий мир. Однако бывают случаи, когда в руки попадают предметы и вещества, совершенно для него не предназначенные. Только в прошлом году с химическими ожогами ротовой полости и пищевода в детскую клиническую больницу поступило 47 пациентов. В этом уже 57 человек. Хотим предупредить родителей, чтобы все такие вещества опасны, как уксусной эссенции, так и химические вещества, бытовой химии, находились в недоступных для детей местах, в полочках, на замочках и так далее. Потому что это число растет с каждым годом, и степень поражения все глубже и глубже. Степень инвалидности потом, которая требует трудных оперативных мешательств. Эвелина Старкова три года назад попала в больницу с пищевым отравлением. Девочке был год и два месяца, когда она случайно выпила чистящее средство. С того дня и по настоящий момент девочка прошла через сложное лечение, включая реанимацию и оперативные мешательства под наркозом. Хотелось бы предостеречь, объяснить мамам, папам, сестрам, всем людям, кто с этим может столкнуться, чтобы были внимательны к детям, убирали все эти средства, неважно, мыльное это или какое. То есть оно в любом случае приносит вред, что потом впоследствии приходится шить, зашивать, то есть дискомфорт создавать ребенку в первую очередь. Ну и, естественно, наркозы – это тоже не очень-то хорошо для здоровья в дальнейшем. Самые опасные вещества – чистящие средства, говорят медики. Почти треть детей пострадали именно от них. Если малыш все-таки проглотил вредную жидкость, то самостоятельно промывать желудок врачи не советуют, чревато осложнениями. Нужно сразу обратиться за профессиональной помощью.